Главная тема для обсуждения в Вересниках – приближающаяся осенние и зимние холода. Дома в поселке разные. Одни после капитального ремонта, а другие не то, что не ремонтировались, а вовсе признаны аварийными. Расселения жители никак не дождутся. Боятся, что и тепла в домах снова не будет. То, что доходит до них через трубы с порванной изоляцией, исчезает сквозь дыры в стенах. Вот у нас печка. Мы печку топим. Пенсионерка Галина Никулина уже в сентябре думает, как будет зимовать. Несмотря на то, что в доме есть центральное отопление, оно помогает слабо. Приходится согреваться проверенным годами способом. А что толку? Тепла никакого нет. И стопишь печку, вечером все тепло уходит. В семье Ольги Тягуновой двое детей и скоро появится еще один малыш. Чтобы в квартире было тепло, она включает четыре обогревателя. По одному в кухне и в каждой комнате. Но теплая одежда, особенно новорожденному, все равно не помешает. Приходится готовить теплые пеленки, теплые одеяла, теплые комбинезоны, потому как зимой бывает не очень тепло в домах. Жители поселка жалуются, все оборудование устарело и греет плохо. В теплоснабжающей компании соглашаются, износ сетей достигает 90%. Здесь говорят, к отопительному сезону готовятся, отчитываются о проделанной работе и поясняют. Тепло в квартирах зависит не только от них. В начале отопительного сезона все необходимые мероприятия по наладке режима будут с нашей стороны выполняться. Если обязательства управляющих и обслуживающих компаний будут соблюдены, то проблем с теплом даже в том районе не будет. Но обычным жителям отношения между коммунальщиками не особо интересны. Они хотят знать, что делать, если в квартире холодно и куда жаловаться. Юристы советуют в таких случаях идти не в ЖЭК или в КТК, а обращаться в государственную жилинспекцию. Там в течение месяца должны проверить температуру батареи помещений. Жилинспекция в обязательном порядке всегда устанавливает виновное лицо, из-за чего эти коммунальные услуги оказываются некачественно и выставляет соответствующее предписание требований. Во-первых, восстановить надлежащий порядок оказания коммунальных услуг, плюс произвести перерасчет, например, по теплу, если тепло не полностью подавалось в квартиру гражданина. Галине Никулиной обращение в жилинспекцию уже не сможет помочь. Власти признали дом аварийным и забыли о его существовании. Жителям остается только тщательнее готовиться к холодам. В ожидании отопительного сезона пенсионерка проверяет обогреватель и примеряет теплую обувь. Ее она будет носить не на улице, в своей квартире. Илья Куликов, Дмитрий Подлевских. Новые лица.